К отсутствию света в квартирах жители микрорайона Рекенцо пытаются привыкнуть с декабря 2006 года. По словам энергетиков, причина проблемы кроется в доме номер 2. Он в Рекенцо самый многоквартирный и, соответственно, самый энергоемкий. Потому что нагрузка каждым годом и с каждым днем увеличивается. Я выписал специально нагрузки, вот дом 2, Рекенцо, 170, 160, 140 ампер. Это даже кабель-то уже скоро не выдержит. Сначала отключение электроэнергии происходило из-за постоянного перегорания предохранителя в доме номер 2. Позже аварийная ситуация вышла на новый виток. Вот мы в прекрасное время, это где-то на той неделе, даже и трансформатор не выдержит. Пришлось менять на более мощный трансформатор. Руководство Солнечногорского РЭС добавляет, что отключение происходит на короткий срок, и ремонтники укладываются в установленную норму. Возобновляют электроснабжение в течение двух часов. Жители говорят совсем о других сроках. Час, два, два с половиной, и практически люди в темноте ложатся спать. Потому что электроэнергия не включается. Последний раз было отключение у нас, предпоследнее было, на шесть часов. Отсутствие электричества даже на два часа создает жителям микрорайона массу неудобств. Перечислять все нет смысла. Я живу на восьмом этаже, и без лифта тяжело, в общем-то, подниматься. Даже мне, не говоря уже там о пенсионерах. Магазины, находящиеся неподалеку от злополучного второго дома, несут убытки. Особенно страдает магазин «Утконос», в котором все покупки осуществляются с помощью компьютера. Прежде всего, это неудобство для покупателей, которым приходится приходить повторно в наш магазин. Конечно, это уменьшение выручки, потеря выручки для компании в целом. А так как наш магазин построен больше на новых технологиях, это в основном компьютеры, то, конечно, техника тоже страдает от всего этого. Замена вышедшего из строя трансформатора – это лишь частичное решение проблемы. Остается еще и износившийся кабель. К сожалению, капитальных работ на нем в ближайшем будущем Солнышногорский РЭС не планирует. Поэтому жители Рейкинсо могут только гадать, когда их квартира снова обесточится.